Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые слушатели и телезрители. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» наши режиссёры Ольга Степанова, Михаил Эверстов. У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. А в нашей студии художники. Я очень рада видеть своих гостей. Все они члены Союза художников. Это Ольга Скорикова, председатель Союза художников. Здравствуйте. Дизайнер-художник Наталья Николаева, заместитель Ольги, заместитель председателя Совета художников, художник-живописец и преподаватель Арктического института культуры и искусства. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И Николай Чучасов, скульптор, руководитель экспертного совета при художественном фонде Союза художников Якутии. Николай, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию, нашли время. Цель нашего эфира – напомнить всем, что художники в нашем городе есть, они творят и успешно творят. Мы будем сегодня говорить о выставках, об одной очень глобальной выставке, обязательно скажем, по Дальнему Востоку. Но начать, наверное, наш разговор я хочу с того, что вот Союз художников, что это за организация, кого она объединяет и какова ее основная цель. Пожалуйста, вот кто захочет. Ну, Союз художников Якутии – это региональное объединение художников Якутии, которое относится к Союзу художников России. И объединяет профессиональных художников, которые… Ну, это было еще создано давно, еще в советское время. И вот эта традиция, она как бы передалась, скажем так, по наследству. Вы старожила, ее храните, и вы ее делаете устойчивей, да? Вот вы как фундамент, наверное, собираете же туда и молодых тоже художников. Да, у нас есть секции живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. То есть вот все мастера, профессиональные художники, они основные, скажем так, Якутии, кто работает в Якутии, они все в наших членах. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы в прямом эфире, и телефоны 32 00 66 и 32 11 66, они для ваших звонков, для тех, кому эта тема интересна, и кто захочет поучаствовать в нашем разговоре. Я сегодня буду просить Ольгу мне помогать вести эфир, потому что я… Для меня мир художников, он совершенно такой не очень понятный, что ли, потому что я сама не рисую, я мало что знаю про этот мир. И вот когда я сегодня думала про наш эфир, вот понимая, что акцент у нас будет на союзе художников, поскольку вы все там, да, состоите в этом союзе, я подумала, что как обыватель, да, этот союз, наверное, нужен для того, чтобы знакомить нас, вот, обычных людей, с миром искусства и проводить какие-то выставки. Права ли я? Или цели этого союза еще более глобальные, кроме той, что вы назвали, что вы объединяете всех? Ну, мне кажется, объединение тут самое главное, и это, во-первых, большая опора и поддержка для художника лично, потому что он попадает в круг своих единомышленников. Потому что художнику одному работать и выживать в современных условиях было бы очень сложно, а когда его работа попадает на общую выставку, когда он общается со своими коллегами по цеху, да, он чувствует как бы поддержку плеча своего, он видит свои работы на общем фоне, другие работы, да, он видит в этом особый глубинный смысл, да, вот, своей деятельности в общем и целом. А те, которые молодые, они еще не в союзе художников, они могут в него вступать, либо не вступать, но если ты вступаешь в союз художников России, да, у нас региональное отделение, это как бы пометочка, что у тебя профессиональный уровень. Высших учебных заведений даже доплачивают за членство в союзе художников России. То есть это, ну, определенная планка, которую нужно преодолеть. То есть самое главное, человек профессионалом должен быть, чтобы попасть в союз художников и доказать, что у него должно быть образование, должно быть портфолио какое-то, да, только тогда он может перешагнуть порог союза. Дело в том, что образование, как таковое, допустим, как высшее образование такое, оно может быть и не быть. То есть это прежде всего, там проходит конкурсный отбор, да, когда художник, молодой художник представляет свою портфолио, и уже предпрофессиональные художники смотрят, ну, насколько вот он может представлять себя вот как члена союза, да, художников или нет. Но образование, вот особенно, вот, по-моему, у первых наших художников было не у всех. Ну, там же, как профессионал, перебью немножко, профессионал – это профессия, профессия, с которой ты живешь, с которой ты, ну, трудишься, поэтому, как бы, образование может быть и среднее специальное, или вообще смежное, допустим. То есть человек может заниматься, в принципе, по жизни чем-то одним, а рисовать как просто самоучка, как самородок. Да, а потом вот эту свою способность развить и заниматься уже профессиональной деятельностью. И когда он уже предоставляет свои работы, тогда вот какой-то жюри, комиссия, да, решает, достойно ли его работы, допустим, быть отправлены в какой-то регион на выставку, да, и только так это утверждается, и потом вы уже тогда отправляетесь каким-то тесным составом на выставку в какой-то другой регион, возможно, сейчас как раз будет хорошо рассказать о вашей поддержке. Поездки на Дальний Восток. Да, у нас, вот как мы раньше рассказывали, этот год у нас выставочная деятельность очень активный. И если коротко подытожить, да, что у нас была передвижная выставка «Земля Алан-Хоа», о которой мы рассказывали в прошлой передаче. Сначала она состоялась в Красноярске в Академии художеств, а позже переехала в Иркутск в музей имени Сукачева, и на обеих площадках эта выставка была впервые представлена, да, потому что это были все члены Союза художников Якутии, которые прошли процедуру выставкома. Сейчас показывают, да, как раз оттуда? Нет, это показывают, уже сейчас я расскажу лучше об этой выставке. Это у нас уже Улан-Удэ, зональная выставка, это главное событие этого года для всего Дальневосточного региона. Вот как раз на эту выставку у нас был выставком, проходил он в городе Хабаровске, где собрались все председатели художных союзов Дальнего Востока во главе с руководством, и мы там отбирали работы участников. То есть это не любая работа была. Также был проведен пленэр, вот мы одну из пленэрных работ видим. Вообще зональная выставка, она проводится раз в пять лет, это такой, ну, как бы помериться силами, да, показать себя, посмотреть других, что за пять лет последних произошло. И вот вы видите процедуру торжественного открытия на крыльце музея Сампилова, было очень много народа. Красная дорожка так официально. Красная дорожка была, да, все было очень красиво. И результатом, одним из результатов проведения участия в этой зональной выставке был отбор работ на выставку в Москву, на следующий год выставка «Россия», то есть куда отбирается, ну, лучшая работа со всех регионов. То есть вот это как ступень, как отбор к следующей ступени. Вот работа Андрея Чикачева, который стал одним из двух лауреатов этой выставки со стороны Якутского союза художников. У нас это живописец Андрей Чикачев, всеми любимый, всеми известный, и не менее известный Фёдор Марков-Косторес. То есть у нас сразу два... Его работы тоже были, да, вначале показывали? Да. То есть у нас целых два лауреата. А свои работы вы везли на эту выставку? Мои лично. Ваша Наталья, Николая. Николая, мы все трое участники этой выставки, все благополучно прошли отбор и вошли в экспозицию. Часть работы у нас в экспозицию не вошло, а просто они стали частью каталога. Это мы на Байкал нас вывозили, очень хорошо нас встречали, буряты. Очень, говорите, приимный народ. А вот какие-то же картины хранятся, например, вот картины якутских художников, да, они потом в каких-то музеях других городов, других регионов. Это как-то предлагают, или это художник сам может отдать свою картину или попросить, чтобы ее показали в каком-то она... Выставка его была в каком-то музее. Как я рассказывала про музей имени Сукачева в Иркутске, там купили несколько работ у наших художников, и это было очень приятно, потому что все музеи России сегодня очень ограничены в средствах, и они должны были очень сильно захотеть иметь наши работы, чтобы их купить. Если кто-то предлагает в дар музею или картины галереи, это тоже не факт, что у тебя возьмут, то есть они еще посмотрят и могут принять или не принять. То есть это такой жест, это как будто как награда какая-то, когда просят твою картину, и ее не просто просят, а ее еще и покупают. Да, да. А если просто попросят? Там же получается, если музей берет, это уже на вечное хранение, ты остаешься в истории. То есть там все, каталогизация идет, твое хранение работы опять в правильных условиях, потому что в мастерских, конечно, работы хранятся, ну, сами понимаете, что там достаточно ограниченная площадь, поэтому обычно нет температурного режима, нет еще чего-то, а в музее это как раз вот есть и понятие температурного режима, понятие каталога, ну, каталогизации, да, то есть ты действительно, как сказал Николай, остаешься уже на вечном хранении. В истории навсегда, даже если работа постареет, ее реставрируют, то есть вы уже навсегда попали в историю. Тогда это вообще очень круто, ездить по выставкам, да, показывать свои работы, потому что может кто-то увидеть, да, какой-то музей, оценить ее по достоинству и купить, и платят деньги лично художнику. Да, да. Это вообще здорово. А оценивают тоже сами на свое усмотрение, или художник может заявлять свою цену? Обычно договариваются, договорная цена, которая устраивает обе стороны. Музеи, конечно, хотят побюджетнее, а художник наоборот. Ну, как правило, находит общий язык. То есть поездка на выставку, это еще возможность заработать? В том числе, да. Я вот этого не знала, так интересно. И потом еще в свое резюме добавить, вот что, как картины хранятся в таком-то городе, в таком-то музее. Да, это стандартно в портфолио, это обязательно пишется где-то вот в конце, там, что твои работы хранятся в зарубежных галереях, там, в национальном художественном музее, там, еще где-то. А в каком бы музее вы бы хотели, чтобы хранились ваши картины? В Третьяковской галерее. А как-то можно вот и поехать, и чтобы они видели, и чтобы они предложили это? Места-то там много. Ну, не знаю, нет. Сейчас дело в том, что вообще, конечно, очень много произведений, очень много художников. Стены, естественно, как, я помню, сказал кто-то из наших чиновников, нет места для хранения, поэтому нет закупок. Да, я тоже такую версию слышала. У нас же картины, они же колоритные, национальные, их так как бы сложно повторить в другом регионе. А вот именно, что если, когда мы рассматриваем понятие музея, он должен, ну, все-таки составлять определенную коллекцию, не только там по именам, а по времени. То есть вы должны просчитать, ну, посмотреть, вот из чего появилось вот это. То есть там должна быть очень логическая связь времен. То есть вот если, допустим, там реалистическое искусство, потом вдруг рождается какое-то другое искусство, еще что-то. То есть вот когда видишь эти, такое вот непрерывное, есть коллекция, тогда вот понятно, откуда что происходит. Как сам процесс развивается, изобразить крае искусства. А нашим музейным сотрудникам не обидно, что вот, например, там картины какие-то из республики будут утекать в другой регион, в другие музеи? Обидно, я думаю. Причем одни из лучших работ. Да. Ваши картины хранятся же в Национальном нашем музее, да? Все равно есть. Там же не только проводятся ваши выставки, да? Они, эти картины, там остаются. Да, остаются. Может быть, вот Ольга рассказала про выставку. Мы на ней хотели сделать главный акцент, дальневосточную выставку. Может быть, у Николая, у Натальи есть еще что добавить? Или какие-то пожелания, или какие-то впечатления? Ну, Николай, я знаю, что ваши работы только ушли, да? Да, только работы, да. А какие работы вы ведь скульпты? У меня одна работа ушла, одна скульптура, охотник называется, в бронзе. Ну, небольшая работа. Вот эта большая региональная выставка, это такое, можно сравнить, наверное, с чемпионатом России. Ух. Это вот, когда все собираются, да, чемпионат России по Дальнему Востоку, допустим, по той же борьбе. Это очень престижная, большая выставка получается. За всего Дальнего Востока художники собираются, но это большой праздник. Почему вы не поехали? Не получаем, не получилось. Может быть, как-то финансово больше нужна какая-то поддержка, или это личная? Нет, это просто работа, семейные дела. Ну, мне посчастливилось быть на этой выставке. Выставка совершенно, конечно, прекрасная, очень много работ. И самое главное, то, что мы познакомились с другими художниками, как-то увидели их. Они рассказали именно о своем творчестве, что они хотели сказать своими работами. Потому что много работы, когда вот смотришь на них, да, некоторые работы вызывают какой-то вопрос. Ну, не всегда бывают очень ясные, понятные какие-то работы, да. Конечно, бывают там многосмысловые, скажем так, работы. И когда вот ты лично общаешься с художником, ты можешь спросить, а что ты хотел сказать этой работой? И вот он тебе рассказывает о своих впечатлениях, или о своих, ну, о том, что он думал в тот момент, или какие-то переживания. Или как он экспериментировал. Да, или как он экспериментировал, что он хотел работать с формой, там, или еще с чем-нибудь. Мне кажется, это очень интересно, потому что, в принципе, же такое мнение бытует, да, что ты в любой картине видишь что-то свое, да. То есть ты, в принципе, даже и не знаешь, что художник-то хотел сказать, а это ведь действительно интересно. О чем эта работа? Да, очень интересно. И вот мы познакомились с многими художниками и из Бурятии, и из других регионов, да, там, с Комсомольска на Амуре. Ну, у нас была выставка еще летом, да, с Владивостока девушки приезжали, вот с ними встретились опять же. То есть вот как бы это был такой, ну, процесс и праздник. — Может, я сейчас не к месту совсем вспомнила, я вот про квадрат Малевича, да, кто что говорит. Как-то я услышала просто краем уха на одной из выставок, что это же точка. Если ты отойдешь очень далеко, ты будешь видеть, что это точка, как будто точка не заканчивается, что это точка начала чего-то. Я думаю, боже мой, я никогда бы не увидела там точку. Вот вы насчет этой картины много же о ней говорят. Кто-то говорит просто о предприимчивости художника, кто-то еще что-то. А вы что об этом знаете, какая версия для вас, если хотите ответить на этот вопрос, кажется верной? — Мне, знаете, нравится какая версия, что автор этой работы сказал, что все эксперименты в живописи, да, в искусстве, какие могли быть проведены, они уже прошли. И вот я ставлю вот эту точку, черный квадрат, это в поисках новизны. И после этого вы ничего нового уже не придумаете. Ну, как бы есть такое мнение, что его поступок был таким, что вот после этого, что бы вы ни делали, это уже не будет новым. Но на самом деле он ошибался, как показывает время, потому что народ у нас додумался и акулу, например, пополам распилить и заспиртовать, и сказать, что это произвели. Все-таки это точка не начальная, а конечная, да? — То есть вот если рассматривать вообще искусство в таком временном масштабе, то можно сказать, что в принципе до какого-то определенного момента все-таки было очень сильно развито традиционное реалистическое искусство, оно доминировало. И в принципе живопись, допустим, я буду говорить про живопись, живопись играла роль, то, что сейчас играет роль фотография. И вот как бы то, что запечатлевали прежде всего таких вот заказчиков, богатых людей, дожи, еще кого-то, то есть известных императоров, еще героев. То есть вот живопись исполняла такую роль. — Архивации какой-то, да? — Какой-то архивации, да? И реалистического искусства. И вот, может быть, он как бы так поставил точку вот в этом, и от этого началось какое-то новое искусство уже. — Да, может быть, наоборот, он как будто бы как провокатор выступил этим, и, может быть, как-то что-то еще раскрыл. Мы с вами за кулисами еще говорили про предназначение. Как вы относитесь к этому понятию? И можете ли вы сказать, что люди, которых объединяет ваш союз, их предназначение вот именно живопись, творчество, и что это навсегда? Потому что ваш союз же, он, получается, помогает развиваться именно в этом направлении, в этой профессии, как бы оттачивать свое мастерство. И думаете ли вы, что предназначение дается в этой жизни одно? Или, возможно, их может быть несколько? — Ну, я, например, всегда хотела быть художником с самого маленького возраста. Поэтому, ну, как бы, для меня вот такой вот вопрос не очень стоял. То есть я четко знала, я хочу быть художником. Всегда дружила с теми, кто хорошо рисует в детском саду и даже. То есть вот это вот все у меня как-то вот, как скажем, с младенческих лет было заточено. — Дружили с теми, кто хорошо рисует, чтобы рисовать хорошо самой? Или вы и сами уже знали, что вы хорошо рисуете? — Ну, чтобы сравнивать, чтобы вот, вот, а вот я буду рисовать лучше тебя. — То есть такой спортивный дух у вас был, да, и вам нужен был человек в вашей теме? — Да, наверное, так. — А, Николай, вы когда поняли, что вот скульптура, вот это творчество, это ваше предназначение? — Насчет творчества не знаю, наверное, но я вырос в семье, где уже был художник дедушком, Анисин Григорьевич, скульптор и костерец, ювелир, ну, народный художник. И как бы я вырос в этом во всем, но меня готовили к физикам. — Готовили к физикам, физике и лирике. Давайте сейчас остановимся и не забудем, на какой точке мы остановились. И после рекламы мы с удовольствием выслушаем Николая, продолжение истории. Мне очень интересно. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии художники, союз художников в лице Натальи Николаева, Николая Чучасов и Ольга Скорикова. Чучасов. Мы как раз говорили в первом блоке про предназначение, и вот, Николая, мне пришлось перебить из-за рекламы. Николай, вы сказали, что физика еще была в вашей жизни, кроме скульптуры. Давайте в этот момент вернемся и продолжим. — Класс, физмат-школа, готовились усиленно на физику, но как-то, ну, не случайно, конечно, все-таки автор дедушки, наверное, все-таки повлиял. — Который был скульптором. — Да, и захотелось стать не скульптором, хотелось стать художником анимационного кино, и понесло меня в художественное училище и так далее. А там уже в процессе, наверное, да, в процессе уже в институте, я уже понял, что от искусства мне уже никуда не деться. И скульптура — это то, что я предпочитаю, чем хочу заниматься всю жизнь. — Гены все-таки взяли свое? — Наверное, да. — Или любовь к дедушке? — Нашего режиссера вот как раз мы попросим показать скульптуры Николая. — Да, это вот мои работы, то, что есть в Улан-Удэ, кстати, недалеко от Улан-Удэ в Волге стоит, там тоже, это у нас 20 детства, там можно перемотать к концу, там одна из новых работ, там собачка маленькая, это тоже собачка, но другая собачка. — Это все ваши работы, это все из Якутска? — Да, это в Якутске. — Это Карина. — Это Карина, да. Аэропорт Якутск спонсировал, там недалеко тоже памятник Кульбертинову Ивану Николаевичу. Кстати, скоро день учителя, памятник учителя Алексеева. Вот, да, вот эта вот собачка в Мирном, это дворняжка Филя, которую в Мирном подростке зверски убили, и общественники, город весь, горожане все сплотились, скинулись, чтобы оставить о ней память о том, что так поступать животными нельзя, и вообще городской любимец был. И мы сделали вот такой небольшой памятник в центре города. — Вот откуда такая жестокость в детях берется? Вот почему так происходит? — Дети жестокие, просто, видимо, большая компания там, мало ли, что пришло в голову. Вот такой вот очень душевный памятник получился. — Показывают очень известные памятники нашего города, ваше это все творение. У вас есть какой-то памятник, которым вы очень сам гордитесь, и который для вас вот почему-то дороже, например, чем какие-то многие другие? — На этом есть стата моего учителя Павла Шевченко. Он сказал, в тот день, когда тебе понравится своя работа, можешь уходить на пенсию. — О, как он вам прямо так вас как будто бы ограничил, да? — Нет, почему ограничил? Ну, это правда, это если нет стремления развиваться, саморазвиваться, что-то делать новое, если этого нету, то смысл заниматься этим. Ну, смысла нет. Ну, это в любой профессии, наверное, такое. Если нет развития, то это все восстанавливается. — А как вы оттачиваете свое мастерство? Что вы для этого делаете? — Учусь. — Поделитесь секретом. — Учусь. Много работаю и учусь. Вспоминаю старое, смотрю на новые тенденции в скульптуре, вообще в мировой. Благо, есть интернет, и поэтому все время нужно быть как-то в тренде, да? — Ну, вы сегодня вспомнили своих учителей, но вы и сам преподавали тоже. Своим ученикам вы тоже передаете вот как мантру вот это изречение вашего учителя. — Да, я всем говорю, что талантливых, неталантливых людей нет. Все умеют рисовать, просто пока кто-то еще не понял, что он умеет рисовать. И нужно, если хотите добиться успеха, нужно просто работать. — Ну, есть картины, да, такие, которые там миллиарды стоят, да? Я думаю, что человек реально как-то не может рисовать, но он верит в то, что он может рисовать. Видите, такие картины. И непонятно, почему они так дорого, так дорого стоят. Ну, скульптур, правда, таких не могу сказать, не помню. — Не, ну, это... Вы покупаете не картину же, не холст, натянутый холст, который красками испачкан, да? Вы покупаете эмоцию, настроение, какую-то мотивацию. — Ну, иногда покупаешь и... Потому что очень красиво нарисовано, прям настолько точно там, да? — Эмоции. — Как будто бы... Это все равно эмоции, да? — Ну, вот ваши эмоции. — А-а-а. — Не эмоции, картина, а ваши эмоции, реакция на эту картину. — Надо же, я об этом подумаю с профессионалом, не буду спорить. У нас есть звонок слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Наталья, чуть-чуть поднесите. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. — Меня зовут Светлана, я из города Якутска. — Да, Светлана, слушаем вас. — Ага. Вот... — Чуть-чуть погромче. — А? — Чуть-чуть погромче, слушаем вас. — Все вот знаменитые художники собрались. Поздравляю вас. — Спасибо. — С этим выступлением. И у меня вот такой вопрос. Нынче исполнилось бы Тимофею Степанову, ну, художнику-монументалисту, да? И будет ли выставка? И еще... Это самое... Может быть, альбом какой-нибудь? Раньше были эти... Набор открыток... Иллюстрации работают у Степанова. Но они какие-то были невзрачные. И сейчас, наверное, уже не найдешь даже. Ну, и еще вот про второго художника. Рапов Николай Николаевич, художник-тирамист. О нем тоже я хотела бы узнать. Какая выставка, история. — Светлана, спасибо большое за вопрос. Мы как раз вот хотели, да, чтобы у нас осталось время рассказать о том, какие выставки будут в ближайшее время. Как раз вот, Ольга, вам слово тогда. — На самом деле наш Национальный художественный музей очень тщательно следит за вот этими фактами. И к юбилейной дате тех художников, которых сегодня уже нет у нас с вами, да, в этом мире, они всегда делают персональные выставки. В частности, сейчас Пагирова-9 в главном корпусе Национального художественного музея открыта выставка Олега Ковалевского. Всегда это бывает очень красивая экспозиция, вечер воспоминаний. Я думаю, что такого любимого всеми людьми художника, как Тимофей Степанов, тоже обязательно будет выставка. Что касается изданий, то, как вы понимаете, это очень дорогое мероприятие. Оно отдельно спонсируется, и тут я за музеи прокомментировать не могу, потому что, что касается архивации, да, это уже в основном деятельность Национального художественного музея, ну, как и по всему миру, да? Да, и к тому же большинство работ, они хранятся в Национальном художественном музее, то есть понятие собственности, да, то есть там уже есть и авторские права, то есть Союз художников, допустим, не может взять ни с того ни с сего и выпустить какой-то альбом картинок, потому что если это находится в коллекции Национального художественного музея, то кроме Национального художественного музея вряд ли кто-то может этим заниматься. А вот про выставку вы еще хотели сказать? Да, вот пользуясь случаем, я хотела бы пригласить всех, кто нас сейчас слушает, посетить выставку «Арт-молодость-2». Она проходит второй раз и собирает под своим крылом всех молодых профессиональных художников. Вот мы сейчас смотрим с «Арт-молодость-1» фотографии. То есть мы увидим работы тех ребят, большинство из которых выставляются редко или кто-то вообще в первый раз выставляет, или кого-то, это прям стартовая площадка, вот в частности Василий Камшилин в «Арт-молодости-1» в первый раз стартовал. На сегодня это уже известный художник. Приглашаем всех прийти в «Квартал труда» 12 октября. Будет открытие выставки, будет интересно, будут новые имена, новые работы. Пожалуйста, ждем вас. Приходите, узнавайте, открывайте для себя новое. А выставки проходят в разных же каких-то залах, в разных даже зданиях. Это больше плюс для художников или это минус? Лучше, чтобы это было, например, два-три зала, которые уже знают горожане, в которые они уже знают, что придут. В советское время это был только Национальный художественный музей и больше нигде. И попасть на выставку художнику было очень сложно. А сейчас, теоретически говоря, любой художник, автор может предусмотреть для себя любую площадку, договориться, и на льготных условиях, достаточно мягких, выставиться там. И для горожан это тоже хорошо. Не может быть вся жизнь города сосредоточена на одной-двух площадках. Здорово, что у нас есть сейчас ЦК Гагарина, «Квартал труда» открылся. Вот если рассматривать вот такие, даже большие города, например, как Лондон, то там были такие доки, которые очень не посещали. И когда там появился Тейт-музем, то эта площадка стала наиболее такая... Ну, во-первых, цены возошли на недвижимость, и сама вот эта территория стала очень такой благополучной, скажем так, и для посещения, и там... Ну, много открылось всевозможных площадок, и, ну, очень таких вот... И галерей, и всевозможные бутики, и ещё что-то. То есть вот развитие города вот это вот пошло, оно и в том направлении. Я думаю, что и в Якутске это точно так же будет работать. То есть если появился ДК Гагарина, то, соответственно, и к нему тоже будут всё, стремиться и молодёжь, да, и художники выставляться, и как бы так вот уже будут рассматриваться какие-то новые кварталы, очень интересные. Я хочу добавить, что у нас на самых невероятных площадках были выставки в городе Якутске. Это была и незавершённая стройка, это была и заброшка, это было свайное поле буквально зимой на снегу, это была передвижная выставка Аня Гасич. То есть не было вообще выставочного пространства, просто процессия шла и несла свои работы по городу Якутску. То есть на самом деле у нас тут уже очень интересная ситуация. Да, очень интересная ситуация. И это хорошо, что так есть. Конечно. Да, надо же. А я вот как раз я про КЦ Гагарина и вспомнила, когда я этот вопрос задала, я подумала, что наоборот, может быть, это не очень удобно, что на окраине, что в центре было бы там уже привычное место. Это хорошо. Но сейчас вы рассказываете, я думаю, что это же интересно. Вот разные формы, да, вот подачи, да, и как бы выход из зоны комфорта для художников тоже. Но это же, наверное, как-то совсем очень волнительно выйти со своей картиной, да, в числе других художников и вот ее показывать, это совсем другие эмоции. Так горожане хотя бы масштаб города почувствуют, что у нас не только площадь Ленина есть, да, еще к КЦ Гагарину надо до него как-то доехать. Там именно этот район, там где квартал труда, центр Гагарина, он же на самом деле очень большой, там Марха, Жатай, и там Белое озеро, частный сектор. То есть возможность для тех жителей окраины быстрее дойти до выставки и узнать больше. Потому что, ну, иногда, честно слово, лень доезжать, потому что автобусы очень плохо ходят. Это правда. Это правда. Минус нашего города, конечно. Поэтому вот вроде бы как если центр, но опять же для тех, кто в центре живет, для тех, кто на окраине, да, это вроде бы и удобно, кажется, в то же время не для всех. Вот перед тем, как задать мой последний вопрос, который у меня вот есть, но могу и не задавать, у нас не так много времени до конца эфира, я задам вопрос другой, может быть, я что-то не спросила, и у вас еще что-то осталось сказать, или может быть, попросить режиссера еще показать какую-то фотографию или какую-то скульптуру Николая, может быть, что-то я упустила. Давайте это исправим, если есть. Ну, у меня вроде все. Я вам могу поделиться радостной новостью, что в этом году у нас он был очень урожайный на награждение. Вообще, как я и раньше говорила, что якутских художников очень хорошо воспринимают и признают в России. Гораздо, наверное, выше оценивают, чем здесь у нас в Якутии. Вот в частности, у нас во время открытия зональной выставки в Улан-Удэ получила золотую медаль имени Сурикова наш известный искусствовед Иванова Унарова Зинаида Ивановна. Это очень высокая награда, золотая медаль имени Сурикова. И дается она обычно художникам, прежде всего, которые достигли небывалых высот в живописи. И очень редко она дается искусствоведам, ну, прям за особые заслуги. И поэтому я очень рада Зинаиду Ивановну. Также золотой медаль уже не имени Сурикова, а просто золотая медаль духовность, наследие, традиции получил Федот Макаров. Серебряной медалью отмечено творчество Натальи Николаевой. А также совсем недавно у нас в преддверии празднования республики Айсен Николаев вручил орден Августине Филиппове нашему известному орден Полярной известной. Бочкарева, Иннокентьева, Александра стала народным художником республики Саха-Якутия. Это тоже очень большая высота. И Лукина Марианна стала заслуженным художником Российской Федерации. То есть в один год у нас прям столько высоких награждений, мы очень довольны. Это очень круто, правда, гордость. Это не считая даже благодарности дипломов, грамот, которыми отмечены наши художники. Наталья, может быть, у вас что-то есть, о чем я не спросила? Ну, надо сказать, что Ольга, наш председатель, да, Союз художников также была отмечена и награждена серебряной медалью Союза художников России. Поздравляю, Ольга. Спасибо, я очень рада. Вы такие молодцы все. Я вот всегда радуюсь, когда художники приходят. Вы очень скромные, интеллигентные люди, такие вот прямо добрые, открытые, чистые. Я думаю, вот, наверное, это все потому, что вы занимаетесь, вот создаете красоту, все время смотрите на нее. И еще как-то я общалась с человеком из другой сферы, не из сферы искусства, и такое мнение услышала, что очень важно найти свое сообщество, сообщество своих людей, потому что семья, это, конечно, дорого, ценно, да, но там могут люди уходить или в свою семью и уходить еще куда-то. А сообщество, оно растет, и все время как будто бы ты находишься среди своих. Это поддержка, и поддержка вот той жизни, которая есть тебе, вот этого твоего творчества, да, твоего желания, того, что тебе интересно, твоего увлечения. Если вот за это держаться и быть вот в этом, да, то твоя жизнь будет полной. Как вы считаете, права ли эта женщина, которая так сказала мне? Я с ней согласна. Да, я также согласна, потому что все-таки, когда общаешься вот профессионально, да, и понимаешь, начинаешь вот в том же вот, допустим, когда ездили в национальную выставку, я уже более так как-то познакомилась с нашими, даже ближе познакомилась с нашими художниками, такими, как Саша Манжурьев, да, Василий Кравчук. И то есть, то есть вот как-то они мне стали очень понятно, близки, еще больше полюбила их, скажем так. То есть не только вот в том месте, где ты живешь, да, вот твое сообщество разрастается по всему миру. Ну и, конечно, знакомство с бурятскими художниками, там еще с художниками из Комсомольска на Амуре. То есть мы все общались и рассказывали, ну вот, что какие-то новые такие, вот смотрели новые технологии, новые техники какие-то, что-то такое. Было очень интересно. Впечатлила Вас, конечно, выставка в Дальнем Востоке. Даже Николай, несмотря на то, что он сам не приехал, он душой был точно с Вами. Да, да. И спасибо Вам большое за ту красоту, за творчество, которое Вы дарите нашим горожанам и что представляете так достойно нашу республику, наш город, в других регионах. Мне кажется, это очень ценно. Ну, у нас вот практически 40 минут остается до конца эфира. Мы хотели еще поговорить об учителях. Ну, вот Николай рассказал о своих учителях, да, наверняка Вы вспомните их на этой неделе, ближе к этому воскресенью. А может быть, сейчас какого-то главного учителя своего назовете, буквально вот имя, фамилию и все. Ну, Николай Николаевич Иннокентиев, это мой первый учитель в художественном училище. Да, Николай Николаевич. Он меня гонял в училище. Он да, Ваш. У меня, я бы вспомнила своего отца, живописца Афанасия Забакина. Он не был моим учителем, но он был моим примером. Спасибо большое слушателям и зрителям. Я тоже желаю вспомнить своих учителей. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok